Это актуально. Это интересный. Это важно. Это познавательно. Это честно. Это топ-шоу в фокусе. Часто в городской суете мы сталкиваемся с людьми, для которых время будто бы остановилось. Они живут рядом с нами, но словно в другом мире. Они такие же люди, как и мы, но словно между нами непреодолимая дистанция. Кто они? Люди высочайшей самодисциплины, подчинившие свои желания исключительно усилиям воли, или же получившие особый дар и силу в борьбе со страстями. Люди, убежавшие от проблем и ответственности, или же взявшие на себя обязательства служить всему миру, и полностью посвятившие себя молитве и проповеди для спасения погибающих душ. Кто же вы, монахи? Дорогие друзья, сегодня хотим поговорить с нашими гостями. Отец Петр и Вадим. У него фамилия Монах. А вот это Петр, он настоящий монах, я так понимаю. Созвучно, интересно, поговорим на тему монашества, аскетства, и, может быть, немножко поговорим о целибате, о безбрачии. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, кто вы? Меня зовут отец Петр, доминиканец, я живу и работаю в Киеве. Преподаю в Институте религиозных наук Фомы Аквинского. В данное время догматические предметы в Ордене уже, 16-й год, священник, 8-й год. Священник, 8-й год. Апострык сколько лет назад был? 15 лет. 15 лет. Пожалуйста. Вы о себе? Меня зовут Вадим, монах, и я не католический монах. Да, просто монах по жизни. Я отношусь к протестантской вере, и у меня пострига не было, но я женился 16 лет назад. Это сравнительно, да, для тебя? Да. Теперь я живу с женой, с детьми. Ну, а как верующий состоялся сколько лет назад? Я пришел к Иисусу 17 лет назад, до этого я был атеистом, не верил в Бога, я из атеистической семьи, и я познакомился с девушкой верующей, предложил ей жениться, выйти замуж за меня, но она сказала, что верующие женятся, выходят замуж только за верующих. Ну, тебе пришлось уверовать? И я, в принципе, из-за нее начал верить, но потом поверил уже не из-за нее, просто познакомился с Иисусом. Я хотел бы задать вопрос нашим слушателям в зале. Скажите, как вы понимаете тему монашества? Вот что для вас монашество? Как вы себе это представляете? Может быть, вы читали об этом, может быть, вы общались с монахами, может быть, вы были в монастыре, может быть, кто-то когда-то думал, о, может быть, мне уйти в монастырь. Обычно девушки так от несчастной любви думают, потом 2-3 года и все проходит. Зал, пожалуйста, скажите ваше мнение, что такое монашество? Монашество, на мой взгляд, это отделение от мира. Это жизнь, когда человек выходит из мира, не работает на каких-то общественных организациях, а отделяет себя именно конкретно для Господа. Он живет в отдельном помещении, это отдельная территория. Например, у нас это Печерская лавра, там мужской монастырь, там очень много монахов. Монахов, они живут, они там учатся, они там работают и служат Господу в церкви. В Библии есть такие слова апостола Павла, хорошо человеку не касаться женщины. То есть новое избежание было, да, всякая имя мужа, то есть всякая жена имя мужа и всякий муж имя жену. То есть есть как бы в Библии упоминание о том, что как одна из форм служения Богу это безбрачие и цель-целебат, и в том числе и, ну, то есть отказ от многих других мирских как бы ценностей и удовольствий. В принципе, то есть можно сказать, что это своего рода жертва. Замечательно. Теперь мы поговорим с вами, братья. Итак, история монашества. Я, как человек, не очень посвященный в эту тему, конечно же, в первую очередь листаю словари, чтобы такое мнение общее поймать. Открыл Википедию, сказано так. Монах, это греческое слово, которое переводится как одиночный или единичный. Также монахиня, конечно же, обычно член религиозной общины, в соответствии с обетом, клятвой, ведущей аскетическую жизнь, либо в рамках монашеской общины, либо в одиночестве, в отшельничестве. Монахи проживают в монастырях, обителях, пустынях, лаврах. Появились монахи в середине первого тысячелетия нашей эры в буддизме, почему-то так пишут. С третьего века нашей эры монашество появилось в христианстве. Монахов нет только в протестантизме. Здесь четко сказано, аскетический образ жизни прячется в монастырях, лаврах, пустынях. Это так? Вы живете в пустыне? Можно сказать, все это правда, но надо всегда добавить тоже, да, тоже аскетический образ жизни. Тоже некоторые монахи живут в пустыне, тоже в замкнутой какой-то среде. То есть бывают и не такие. Бывают монахи, которые не живут даже в монастырях. Сказано, что в протестантизме нет монахов. Если вы слышали о общине Тезе во Франции, да, то есть основана протестантским лидером брат Роже, да, где собираются протестанты, католики, это немножко экуменическая община, православная, и живут монашеским образом. Жизнь их идет по монашеским правилам. Но это, в принципе, протестантская община. В Германии есть некоторые женщины, которые живут по монашеским правилам, носят одинаковое одеяние. Это 20 век. То есть что-то, какое-то возрождение и так далее есть тоже в протестантской среде. То есть, в принципе, да, в протестантизме нету монашества, но есть там здесь исключения. Хорошо. В этом высказывании два несоответствия с вашей точкой зрения. Во-первых, не все монахи-аскеты, не все прячутся. И бывают среди протестантов, оказывается... Да, немного, но есть. Немного, но бывают. Ваша точка зрения, как вы относитесь к монашеству вообще? Вообще, я думаю, что монашество в протестантизме – это не возрождение. Возрождение, я понимаю, это когда в католической или православной церкви люди получают крещение Святым Духом, начинают говорить на иных языках, двигаться в дарах Святого Духа. И уходят из монастырей. Я думаю, что вот это возрождение. Но уходят из монастырей или нет? Это не принципиально. Вообще, можно... Если в монастыре присутствие Божие и Дух Святой, и люди приходят из мира в монастыри соприкасаться с Господом, пусть они там находятся, это их нормальное место. Но сама идея... Я вот как-то не читаю нигде в Новом Завете, чтобы Иисус поручения делал в монастыри, строить ордены, основывать и так далее. И он сам, как таковой, не основал ни одного ордена. Но он был как бы монахом по своему образу жизни, в принципе. Если так посмотреть, Иисус и Павел, они не были женаты. И можно сказать, что они являются примером для монахов. Иисус не был вообще женат, а вот Павел как раз-таки был женат, историки говорят. Ну, это некоторое меньшинство, да. Ну, в Писании об этом мы не найдем. В Писании много чего нельзя найти, но историки говорят, что он... И монахов, кстати, тоже нет в Писании. Монахов, да. Да. Поймали меня, поймали. Это не библейское как бы слово вообще. Да. Ну, интересно. История монашества, в чем его суть? Мне вот интересно из зала получить несколько ответов или высказываний. Как вы думаете, кто придумал монашество? Почему это вообще как традиция появилась? И зачем это нужно? Ваши идеи, ваши соображения. Расскажите. Я думаю, что в любое время всегда в обществе были определенные проблемы. И, как известно, монахи появились не сразу после того, как Иисуса распяли, он умер. И в основном это получило развитие в Европе. И, безусловно, на то или иное христианское движение в том или ином проявлении оказывали влияние обстоятельства, ситуации и технический даже прогресс. И думаю, что вот в то время, когда появилось монашество, наверное, оно было прогрессивным явлением, потому что церковь тогда не имела как таковой Библии, как распространенной. И здесь, как форма поклонения и смирения перед Богом, было вот это монашество. Когда человек уединялся с Богом и стремился уйти от тех или иных ситуаций или грехов, которые были у этого человека или вообще в массе у населения. И таким образом человек уединялся с Богом. И фактически для многих это становилось примером. Если это становилось примером, значит оно было прогрессивным на то время. И я думаю, что оно тогда принесло определенный положительный результат. Вот. И также хочу сказать, что вот в моей жизни я столкнулся реально с этим фактом. У меня одноклассник, он сразу же после того, как он закончил институт, он ушел в православное монашество. И для меня это было шоком, потому что в школе он совершенно был антиобразцом поведения. И для меня как бы, ну это было очень удивительно, что вот Владимир стал монахом. Но когда я увидел его образ жизни, его мысли и слова, я понял, что действительно Бог есть. И для меня это тоже было подтверждением, что что-то есть тогда, потому что тогда я еще был неверующим. И вот именно этот человек, он меня привел к Богу. В начале христианства, вот когда преследование было христиан, были только мученики. Действительно было сказано, не было еще монашества, как такового, как мы знаем сейчас, организованного общины. Но были мученики. И потом, после того, как 4 век, преследование христиан прекратилось, и тут появляется, вот уже начинается в христианстве упадок обычаев, развращений и так далее. И вот как ответ на это, как когда-то было мученичество, это был пример подражания и так далее, как надо верить в Христа и до самой смерти. И как Христос говорит, кто любит меня, кто любит братьев, тот душу свою положит за брата своего. И как ответ на это появляется вот именно ригористическое, аскетическое жизнь. Ну, как бы кнули в одну сторону, уже развратились, и вдруг сделали такой резкий шаг вперед и пошли в посвящение в монашества. И поэтому это называется именно монах, потому что первые монахи жили как одиночки на пустыне. Не в Европе, как было сказано, а в Египте. Там именно зарождается монастическое движение. И они жили каждый сам себе. В первых веках, действительно, когда зародилось это движение монашеское, то оно интерпретировалось, как убежать от мира сего. Поэтому бежали на пустыню. Но всегда подражали какой-то аспект жизни Христа. Христос тоже пошел на пустыню. Зачем? Чтобы бороться с дьяволом. 40 дней. Да, 40 дней. И монахи первые, если мы читаем их, что они писали, они считали так. Дьявол живет в городе. Там он среди людей, вот поэтому разврат, поэтому все. Но он к этому городу идет через пустыню. Приходит. И мы должны жить на пустыне, чтобы остановить его, чтобы с ним бороться здесь. То есть это вообще какое-то поверье, даже это не библейское. Это было основано на Новом Завете. Христос пошел на пустыню. На их понимание Нового Завета. Да, на их понимание Нового Завета, конечно. Он пошел на пустыню, там боролся с дьяволом. Там его дьявол искушал, и там Христос принял эти искушения. И вернулся в силе Духа в Галилею. И вернулся потом, да, в город. Пошел на свадьбу. То есть так понимали первые это самое. И лишь где-то в 4 веке, такие большие, как Василий Великий, Иоанн Златовский, говорят, плохо жить одному. Как вы будете любить друга? Как вы исполните заповедь любви? Вместе. А в Средневековье, вот мы приходим к моему ордену, доминиканскому, например. Есть францисканцы тоже, это так называемые миндиканские ордена, которые жили на подаяния. Они основывали свои монастыри в центрах городов. То есть в центрах по представлению... Это какой век? 13 век. Начало 13 века. Потому что они решили, что мы должны быть именно в эпицентре всего того, где живут люди, среди людей. И там проповедовать. То есть уже монашество не было убежать от мира, а монашество было посвятиться Богу. Мир начали понимать как грех. Убегать от греха, живя среди людей. Не люди это грех, но поступки людей это грех. Мои слабости, мои поступки это грех. От этого надо убегать. Но людей мы должны любить и им проповедовать благую весть. Хочу прочитать место Писания. Братья, в том числе вам. Не молю. Иоанна 17 глава, 15 стих. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Это Иисус Христос молил так Господа Отца Своего Небесного. И Он не просил, чтобы Его ученики были взяты от мира. А в Матфея 28 главе, 19 стиха, Иисус сказал так. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Если принять во внимание монашество как отречение от мира, уйти в монастырь, уйти из общества, я думаю, что эти местописания и многие другие абсолютно разбивают вообще эту позицию. Как можно служить миру, как можно проповедовать Евангелие, как можно исцелять, крестить всех, если я спрятался в монастыре в Лавре? Расскажите, я не могу это понять. Ну, если понимать монашество как уход из мира, от мира... Ну, а смысл монашества разве не в этом вообще? Чтобы вот именно уйти от мира, посвятиться Богу? Нет, смысл монашества... Какие три обета дает монах? Вот, чтобы я был монахом, мне что нужно сделать? Я знаю три вещи. Надо быть послушным. Да, это обет послушания. То есть послушным своему настоятелю, который... Да, учению, ордену, послушание дальше. Надо быть соблюдать целомудрие. Целебат. Целебат. То есть безбрачие. Да. И жить в бедности. Обет нищеты. Нищеты, то есть когда все общее, ничего твоего, но все... Ну, то есть отказ от своего, в принципе, имущества. Да. Что-то подобное, кстати, в деяниях мы наблюдали, что они продавали свои имения. Вот говорят, что нету, да, там прецедентов. Они продавали свои имения и жили общиной. То есть это... Немножко были монахи. То есть они немножко были монахами, да. Но я не замечал, чтобы люди прятались от мира, чтобы они уходили от мира. Наоборот, распространяли Евангелие чем? Они шли в мир, проповедовали, жили активной жизнью. Зато старелый образ, получается, который... Нет, дело в том, что в Евангелиях и потом в Писаниях, посланиях апостола Павла мир имеет несколько значений. Положительный или негативный, да. То есть вы не от мира сего. Мирская система. Мирская система. Вы не от мира сего. Избегайте мирского и так далее. Кто дружит с миром, враг Богу. Это можно понимать, да, негативно мир. В другом месте мир – это то, куда пришел Бог. Бог воплотился, стал одним из нас, живет в этом мире, живет среди людей. Мир – это хороший, потому что Бог его сотворил. То есть сказать, монах убегает из мира, с одной стороны, да, в понимании, что мир – это грех, мой грех. Я хочу убежать от греха. Но разве нельзя убежать от мира, как и от греха? Монахам вот это... Можно, можно. Потому что монашество никогда не было в церкви чем-то абсолютным для всех. Некоторые секты, да, в втором, третьем, особенно третий век, проповедовали, что все должны быть монахами. Что вот если ты вступаешь в брак, то ты становишься нечистым, потому что соприкасаешься с материей, все должны жить, как ангелы. Эта церковь и единозначно всегда осуждала. Мы живем в этом мире. И в этом мире Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Хорошо, как вы будете плодиться и размножаться? Это общий закон для всех. И тем не менее, есть частные иногда указания Господа. То есть как исключение? Исключение, когда он выбирает кого-то из этого общего. Некое назарейство такое, да? Например, например, Иоанн Креститель. Иди на пустыню, готовь путь Господу. Пророк Еремия, 16 глава Еремии, который говорит, почему он не женился. Да, потому что Господь избрал его им для какого-то служения. Апостол тот же Павел. Апостолы, которые оставили дома жен и так далее, и пошли за Христом. Молодые и старые, мужчины и женщины, богатые и бедные. Разные люди приходят в монашество, разные мотивы приводят их. Но лишь один мотив, истинное призвание, способен дать силы нести тот крест, который налагают монашеские обеты. Хорошо, какой мотив? Вот идти, идти и стать монахом. Что меня должно туда подтолкнуть? Это какое-то избрание. То есть меня вот просто взял, бог выбрал и сказал, давай, двигайся. Или я так его сильно ищу. И вот все уже, все, что возможно, сделал. И он мне говорит, не достает тебе еще немножко. Брось все, прими обеты и живи для меня полностью. Что за мотив? Вот как тебя в монахе вообще обратить? Ты знаешь, я тебе скажу так, смотря что поднимать под словом монах. Если понимать под словом монах, выйти из этого мира, из мирской системы, не жить по ценностям этого мира, жить по ценностям Царства Божьего, как брат Петр говорит, убежать от мира. Да, ну хорошо, территориально тогда жить где? Вот вы где живете территориально? Вы в городе живете, в монастыре. Где вы находитесь? И там, и там. В монастыре находится за городом, в городе. Почти в центре. Я с точки зрения вот обывателя, человек ходит набожный, там свечку вставит, иной раз участвует в каких-то праздничных шествиях, я не знаю, религиозных. Он устал, он смотрит на бигборды, там голые женщины, он смотрит, там курят, тут пьют, развращение повсеместное, говорят хульные слова. И вот он хочет убежать от этого, и он видит выход, о, надо спрятаться, уйти из общества, вообще из города, куда-то уехать, жить в монастыре, обособленно, иметь там какую-то келью. Вот вопрос, братья, смотрите, может меня вот такое монашество спасти от искушения ко греху, вот меня тянет к чему-то, а я, все, я в монастырь ухожу, посвящаюсь Богу, и там буду бороться со своим искушением, со своей плотью. Меня спасет это монашество от греха или нет? Прежде всего, надо сказать, что не всякий желающий вступить в монастырь будет там принят, потому что есть... Вот, кстати, раскройте, мы не так много знаем об этом вообще, почему не принимают кого-то? Многих не принимают. Какие критерии отбора? Критерий один, есть призвание или нет призвания. Упс, как это вычислить? Это потому что монашество, да, считалось с самого начала, с первых веков, что это дар Духа Святого, что это один из харизматов, что это особое служение Богу или молитвой, или работой, или другим служением, проповедью, бдением, чем угодно, разные формы, поэтому на Западе особенно разные формы монашества, разные дары Святого Духа. Имеешь ли ты этот дар Святого Духа призвание или нет? И поэтому смотрят, ну, внешние признаки, как ты молишься, как ты живешь, как ты ведешь себя, а потом, живя в монастыре несколько лет, то есть подготовка к обетам торжественным длится 5-6 лет, и твои собратья смотрят, это можно определить по плодам человека, он имеет дар или не имеет. То есть так, с бухты барахты просто так не... У него есть шанс уйти, если он... У него есть шанс на протяжении этого времени уйти, оставить и так далее, то есть без всяких проблем, без всего. То есть даже дается больше времени на подготовку к монашеству, чем, например, супругам. Месяц, два, год, и они должны уже жениться. Здесь дается 5 лет или 6, пожалуйста. А у вас сколько, сколько лет был подготовительный? Я, вообще-то, готовился год по стулат, это когда я как кандидат, год на вицеят, это начальный год такой более строгий, когда я получаю одеяние, и 5 лет после этого еще к обетам, то есть 7 лет. 7 лет подготовки. Именно таким образом служить, служить... Осознанный шаг. У меня такой вопрос. Женатого, которого дети... Он уже не может, да? Не может стать норматом? Только девственник может стать? Ну, или не женатый, я так понимаю. Не женатый, бывает, уходят в монастырь иногда после смерти одного из супругов. При живом не могут быть. При живом есть такое, в католичестве этого нет вообще-то. В православии, я знаю, есть по обоюдному согласию супругов, оба уходят в монастырь. Один в мужской, другой в женский. Можно переписываться? А дети? Что с детьми, если есть дети? А вот дети должны... Вы знаете, есть история святого Августина? Расскажите. Этот великий отец, который очень много повлиял на протестантизм тоже, на Мартина Лютера и его богословие, одной из таких основ тоже протестантизма. У него был сын внебрачный. Это он пишет в своих исповедях. И он подождал, пока сын вырастет, воспитал его. И тогда ушел в монастырь. Основал свой монастырь, написал устав. До сих пор, кстати, мы живем по уставу святого Августина. То есть, если есть дети... Вашел в дом в том числе, да? Да, у нас устав святого Августина. И в первую очередь мы должны, как церковь, защитить то, что слабее. А слабее – это дети. То есть, не я ухожу в монастырь, от этого мира оставляю детей. Церковь и монастырь без меня выдержат. Но ребенок не может без меня, без родителя. Поэтому сначала... То есть детей бросать нельзя? Нельзя, ни в коем случае. Если кто-то почувствовал какое-то призвание, то прежде всего исполни свои родительские обязанности. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова